У меня такое ощущение, что я написал бувлоки на Волге. Но я не писал бувлоки на Волге, даже не заставлял их баржи тягать. Художные решения, которые изменили мир. Это так громко сказано. Я выступаю, говорю, как художник. То есть мне в свое время пришлось решать эти проблемы, как любому художнику, думающему. С одной стороны, я и критик, и знаю историю, но я знаю со своей точки зрения. Мне надо было просто решать свои проблемы. Поэтому мне пришлось это все выбирать, вычленять все, кто что сделал. Ну, я думаю, когда-то за нашел и сказал, у человека в жизни есть две проблемы у каждого. или что-то удалось, или не удалось. Или наоборот, не удалось или удалось. Правильно он сказал. И в конце он добавил очень мудро, еще неизвестно, что страшнее. И это доказывается. Много суицидов, великих художников. Вот такая у него фраза была. Но то, что не удалось, я думаю, вы можете увидеть у Китану. Черепаха-Ахиллес, по-моему, называется. Шикарный фильм. По-моему, единственный фильм от тех, у кого ничего не удалось. Ну, их тысячи, на самом деле. Я думаю, они не сильно мучаются. А вот те, кому удалось, те мучились. Потому что там СОСОМ наваливался уже конкретно. И художники, и враги, и все прочее, прочее. Ну, я решил начать с раннего возрождения Джотто и Мазаччо. Джотто. Это до возрождения, до Микеланджело Леонардо, до Ринчи и Рафаэля. То есть это был период такой очень интересный. Еще без знания анатомии. Без знания всех этих перспективы. Поэтому эти люди смотрели, ну, на мой взгляд, они смотрели в себя, а не в округ. То есть здесь видно, что нет таких знаний, как у Микеланджело Анатомии. Они еще не лазили в трупярни. Они не изучали это. Вот Джотто. Есть работа там. Я не пытаюсь обсуждать их достоинства. Я не искусствовед. Я просто знаю, что был этот период, были эти люди, которые действительно были художники. И у них не могло быть врагов, соперников, потому что были индивидуальности. Вот он так работал, Мазаччо там по-другому работал. И все. Никакой вражды не было. Давай я тебе Мазаччо. Здесь видно, здесь нет анатомии, здесь нет мышц, здесь мне это очень близко. Тем более сейчас это все пошлилось. Это анатомия никому не нужна уже, фотошопы, все, что хотите. То есть они пошли по ошибочному пути, и, к сожалению, не они, а вот следующие ребята, три богатыря этих, я их называю, Микеланджело. Ну, понятно, да, здесь нет анатомии, ничего не пересчитано, косточки. Просто человек смотрел в себя, все изнутри этого. Он не был обременен этими знаниями. Перспектива анатомии. Давайте дальше. Вот Микеланджело. Это один из любителей там анатомии. Здесь чувствуется уже, насколько это суши, насколько... Я, честно говоря, сколько работал сам, я изучал 4 года анатомию. Когда я начинаю работать, я не забывал, честно, вообще. Я не понимаю, как можно писать там картельку и думать об анатомии. Всегда забывал о ней. И сейчас вообще не знаю, что это такое. Ну, как-то приблизительно знаю. А так эти мышцы там все не изучал, честно. Косточки номинально заставляли, сдавал, изучал. Здесь уже скучно, сухо. Но это не самые из последних его работ. Но чувствуется, что здесь уже есть какие-то знания о человеке, анатомии, перспективе. Вот Сикстина его знаменитая. Кстати, вот здесь уже, когда появились они, уже появились какие-то базы у них основы, анатомия, перспектива. Уже их начали критиковать. Уже нам Микеланджел заставляли, кстати, одеться фигуры в Сикстине. Уже навалился социум на них. Ну, как Лотман писал, социум для этого существует, чтобы наваливаться на художника. И как можно быстрее его растерзать. Только после этого можно сказать, что он из себя представляет вообще-то. Он там говорил, собственно, вообще-то о Иисусе Христе, что это была достаточно жалкая личность, пока его не поверили. Ну, не распяли. То есть общество для этого существует. Так что на критику внимания обращать особо не стоит. Потому что оно для этого и есть общество. Социум. Заставляли одевать там фигуры. И он там, ну, папа поддержал, слава богу, не надели там все это в одежды. Мол, как-то в храме не принято было это все. Во всяком случае, это великие художники. И Рафаэль великий художник. Рафаэль чувствовал, один из немногих, вообще мало знаю таких людей, он линией чувствовал объем. Это уникальное качество. Мешают. Просто линией. Он не очень считал все эти косточки, не очень занимался анатомией, но он линией чувствовал объем. Это уникальное качество. Вот Рафаэль Санти. Он, кстати, подставил Микеланджело на сексистенскую капеллу, на роспись на эту. Говорил папу. Ну, как-то унизить. То есть уже началась вражда между ними. До этого не было, в принципе, до возрождения всего этого. А тут началась вражда уже. Начали друг друга. Ученики дрались там. Леонардо да Винчи и Микеланджело ученики дрались. Они там спорить начали. То есть уже была база для споров. То есть, а вот ты там косточки не так нарисовал, а ты там еще что-то не так сделал. Перспектива не так. Уже начались эти дрязги. И выражение художник порочен по определению. Ну, есть такие выражения. Ну, не в смысле, что он развратник. То, что он подавляется Богу. Они вот решили, что они Боги. Все. Мы будем тут перевернем мир. Ничего они особо не перевернули. Единственное, что они знали, они загнали искусство лет на 400 в полную задницу просто. Оно выползало 400 лет после них. Ну, грубо говоря, конечно. И это самое. Ну, это действительно так было. С большим трудом. За любое отклонение художники просто умирали в нищете. И самое интересное, что сам Микеланджело, он пережил Рафаэля и Леонардо да Винчи. Он в конце жизни сказал, сколько мы будем плодить дураков. Когда они начали ему наступать уже на пятки, изучили их анатомию, изучили. Микеланджело еще дал добавокий метод монументальный этот, когда его Рафаэль подставил на секстину. Микеланджело, чтобы как-то выкрутиться, он придумал метод. Локальный свет, свет в белый, тень в черный уходил. Ну, то есть, более-менее монументально он выкрутился, возделал эту секстину. А так он вообще просто писать же нельзя на стенках так. Это же что монументальная работа, ему надо рассмотреться. И он придумал этот метод. Он еще метод дал. До некоторых времен советские все монументалисты использовали этот метод, кстати, Микеланджело. Это еще в нашем мире. Леонард Адовенчев. Ну, тоже в трупярных сидел, что-то там изучал. Ну, этот инженер был такой, по сути своей. Вот знаменитая наша звезда, поп-всемирно известная. Там будет где-то, над ней уже столько стебаются. Что-то я не дорисовываю, ты бороды, и усы. Ну, вообще такая всемирная звезда арта, конечно. Не знаю, там много споров, что это, автопортрет там, я не знаю, что-то. Я знаю, что у него был комплекс, там, что-то связанное с матерью какой-то. Ну, в общем, куча проблем. Как у всех, говорят, Пикассо был, кстати. Ну, это все комплекс, и художник это комплекс. И там кто-то с убийства комплекс, кто-то там с матерью проблемы. Ну, то есть, у меня, слава богу, этих проблем нет, я в интернате вырос, честно. Мне это трудно понять. У меня что-то в этом всем есть. Вот такие ребята, три богатыря. Вот они натворили. Хотя сами, конечно, гениальный художник, безусловно. Но пришлось всем потом идти, есть у Высоцкого такая песня про колею Владимира Семеновича. Желаешь двигаться вперед, пожалуйста. Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся. Только в сторону, тебе по рукам, по рукам. И вы будете, если вечерем, бред, или кто там. Ну, понятно, все знают, что тайные вещи Эль-Греку. Вот Эль-Греку, да. Вот этот чуть в сторону ушел. Все начали смеяться, что у него фигуры по два с половиной метра. Ну, просто человек так видел. И очень плохо, по-моему, закончил. Но открытия вот у тех были. Анатомия, перспектива, ну и там метод монументальный дали они. Это не открытия никакие. Не знаю, там, может, искусствоведы что-то видят в этом там. А вот тут он держит что-то, вот там еще что-то. Я смотрю в общем. В общем, он просто вытянул фигуры. Это уже было преступление в то время. Ну, что такое, два с половиной метра человек. Ну, такого же нет. Что ты там понаделал какого-то? Ну, грубо говоря. Ну, он себе позволил это. По-моему, закончил в «Сумасшедшем Дуне». Где-то был. Ну, в «Выхненьке». Вот Никола Пуссен уникальный человек, конечно. До сих пор его относят к классицистам. Я очень люблю его творчество. Ну, вообще, на всяком случае, любил. Сейчас так с удивлением увидел. Избиение младенцев давно не видел. Мне показалось в свое время, что это вообще Пикассо. Совершенно необычная для него работа. То есть он мог сделать все, что угодно. Ну, он такой был особняком. Кстати, до сих пор не знаю, куда его, на какую полку поставить Николу Пуссена. Кто он такой. Ну, классицистам отнесли. Там «Сарса Флоры» написал. Ну, более-менее, что-то такой классицист. А это Пикассо просто отдыхает. Ну, так чуть-чуть. Но сама композиция, все это, ритмы. Просто гениальная вещь. Совершенно особняком художник стоит. Ну, тоже так было интересно позаниматься, изучать это все. Вот Рембрандт. Уникальный человек. Тоже ничего нового, в принципе. Ну, формально ничего нового не создал. Но, это, по-моему, ночной дозор. Тоже поэтому, ну, он себе позволил. Единственное, это же здесь все известные граждане. Это Монтверк, она, по-моему, где он там работал. Все известные граждане этого города. Ну, и все заплатили ему, допустим, по 10 гульденов. Это портрет должен быть. Ночной дозор. Это офицеры, богатые люди. Тут Рембрандт впервые себе позволяет. Кого-то в тени увел там. Ну, то есть, решать композицию. Здесь свет дал. То есть, уже делает такую драматургию картины. До него никто этого не делал. Ну, и, конечно, там вот эти товарищи, они все обиделись. Что ж такое? Мы тоже дали по 10 гульденов, допустим. Ну, мы там где-то в тени. То есть, он уже посмел это сделать. Это я картину делаю, не ваши портреты. Ну, как это? Мы сдали по 10 гульденов. То есть, вот с этого ночного дозора начались у него проблемы. Начал, богатый человек был. Дожил вообще-то потом до полной нищеты. Когда он вообще мазками начал писать. Ну, до него же никто не писал. Ну, мазок крупный. Ну, вот уже стариков он писал мазками. Кстати, и с Матисом была такая же проблема. Вы спрашивали, почему женщины такие некрасивые у вас. Нужна вам женщина, идите в борделе. Я вообще картинку делаю. Некрасивая женщина. Вот здесь я уже начал пастоз написать. Тоже все хохотали. Ну, что-то такое, можно за нос взять, там, подойти. То есть, фактура уже была. Мазками крупными он это все делал. И когда он вот это, вот это начал уже делать, он в полной нищете вообще скончался. То есть, никто не понял этого. Но он посмел это делать, что ж. Хвала ему и честь. Этим он очень важен. Ну, Делакруа, конечно, это было событие. Это было событие. Без него не было, я думаю, импрессионистов. Он впервые, вот видите, нам флагу вверху. Это впервые вообще в живописи, в этой, ну, европейской, было. Цвет заявлен как элемент композиции. Я думаю, Эйзенштейн раскрасил флаг на бронюсе Потемкина. Думаю, он видит, знал вот это тоже. Он вручную там раскрасил, если бы он был. Вот это было событие, конечно, уже открытие. После возрождения, вот их анатомии и перспективы. И вот это уже цвет, как элемент композиции. Очень важный был. Потом уже появились импрессионисты, они вообще начали раскладывать его. То есть было заявлено, что цвет такой же равноправный член композиции, как и все остальное. Ритм, рисунок, пластика. Очень важное событие было. А, это тоже важное событие было. Когда появилась камера, это обскура. Потом будет там Мане. Она вообще перевернула весь мир искусства. До этого тоже использовали какие-то сложные конструкции, оказывается. Использовали до нее, что там от солнца отражалось. Ну вот с ее появлением уже куча проблем. А когда появилось фото, ну тоже где-то в начале века, по-моему, дегоротипы эти появились. Так, там, уже появилось оптическое пространство. Два пространства существуют. Я, в всяком случае, у себя пытаюсь их объединить вместе. И то, и то. Ну, это Мане, да. Клод Мане. Ну, этот, вот он тоже раскладывал все эти проблемы. Ну, они все это Делакруар взяли. Они поняли, что цвет это все. До них там с серыми красочками что-то писали, делали. Самое интересное, что все пейзажи, я с удивлением узнал, я всегда поражал. Ну, как эти колонны выписать там все? Оказывается, были отдельные мастера. Там писали колонны, города эти все. Они только сверху, ну, пару фигур что-то там сделают. Отдельные вообще были такие гильдии. Писали так, кто пейзажи, кто что такое. Серенький тон, все это нейтральное. Чтобы на него все смотрелось. Ну, Клод Мане знали. Матист, Андрей Матист. Андрей Матист, Андрей Матист, Великий Андрей Матист, да. Вот он, ну, здесь нет фавистических, но это с Пушинском музее нет. Там, Таня с Пушинском. Это уже, он уже совсем, в конце жизни уже там дошел до пятен уже таких. Ну, вообще, он импрессионизм уже разложил, увеличил пятна просто. Там были маленькие пятна, и они фависты уже начали увеличивать их, увеличивать, увеличивать. Здесь он уже к концу жизни увеличил вот так вот их. И пятна. Прекрасно знали цветоведение. Это мне тоже не очень помогло. Вот, зеленый, красный. Понятно, основной дополнительный цвет. У нас, кстати, до сих пор тут 70%, да больше, 90%. Не знаю, что такое цветоведение. Просто сами себя обкрадывают. Хотя, учили, очень важное цветоведение. Вот это в Пуштинском музее, по-моему, висит. Кстати, ее чуть не уничтожили в свое время. Буденный такой был у нас. И когда приказали все уничтожить в Пуштинском музее, Герасимов, такой председатель, президент Академии художества, одиозный художник Герасимов такой. Он водил Ворошилова, знатока. Ну и раскатывают. Он говорит, посмотрите, ну, что это такое? Чего Ворошилова водил? Климент Евгеньевич, ну, гляньте, ну, что это такое? И он так смотрит. Ну, точно что-то такое. Да надо это все уничтожать. Представляете, что творилось? И Эрдели, директор Эрмитажа, спас весь Пуштинский музей, спрятал себя в Эрмитаже. Ренуар, ну, все, что было в Пуштинском музее, все, что купил. Щукин, они все хотели уничтожить. Ужас. Ну, конечно, наш земляк, великий Архипенко, да. Великий Архипенко, конечно. К сожалению, так у него учились непосредственно, учился Мансу в Чикаго, посещал его лекции. Кстати, воспоминания его читал, как и человек об Архипенко. А посредованно Мур у него все содрал, его идеи, контрформа. Потом кинетическая скульптура он первый сделал, Пикассо. А он там в тени остался там. Вообще великий человек. Но у него была проблема, я читал воспоминания, он с детства еще, у него отец богатый был здесь, где-то в Киеве они жили. И он, у него было странное такое устройство зрения, он видел не форму, а контрформу. То есть, контрформа, то, что вокруг формы. И он видел только это. Потом этим Мур занимался. он сделал таких три открытия. Великий художник. К сожалению, на Украине мало его. Не знаю почему. Любую вещь можно увеличить. Просто со всего мира будет известен. мире вообще только здесь никто не знает. Я почему вспомнил это в уроке на Волге в Полтаве в кафе сидели, девица подвитывшая подходит. Увидела, что художники, услышала тренера художника. А можно присесть? Ну, присаживайся. Вы что, художники? Да. И что вы создали? Всех так перемкнуло. Как ей объяснить, что ты так далее? Я ей говорю, брюки на Волге, знаешь? Она говорит, что ты сделал? Круто! Ну, как у нас? Я думаю, об Архиппенко народ не знает. А стоило бы, потому что вместо этих Киев заставили уже ужасами. В смысле скульптура Киев ужасный. Вообще кошмар стоит. Я плохо разбираюсь в пластике, скульптуре, но все равно как-то неприятно. Тут натурализм такой, курган, стоим. Ну, Пикассо, да. Вот он, кстати, кинетическую... Нет, вернись, кинетическую. по уровню. Пикассо, конечно, если увидел что-то в браке, то он его убил. Пикассо и говорил, когда дерешь, убивай на повал. Многие, многие этим занимались. Все равно крутили все в одном. Но, интересно, я прочитал одну вещь такую, сейчас я, о Пикассо и браке. когда были русские сезоны в Париже, по-моему, в 95-м году Дягилев сделал, и был зал Врубеля. В этом зале пропадал пацан какой-то, недели. И оказалось, его имя Пабло и фамилия Пикассо. Чи Пикассо, не знаю. То есть, Врубель, да, демоны его, я думаю, его и подтолкнули кубизму. Говорят, африканская скульптура, не знаю. Но, я думаю, если он там неделями ошивался, значит, что-то Врубель ему дал. Николай Врубель вообще величайший художник, конечно, безусловно. Ну, вот это, это был брак. Ну, брак, он там слабее, конечно, Пикассо мощный. Он такой, действительно, когда что-то брал, он убивал на тавал. Но Пикассо, все считают, что это новое искусство. Все Пикассо, или я тоже, я тоже был под влиянием его. Даже наши, там, бурлюки, они собирались в Харьковской области, здесь, там, Хлебников, было, они собирались буквально для того, чтобы попикассить. Ну, там, где-то, поедем по Пикасси. Ну, братья Бурлюки, Давыд Давыдович, второй не помню. выставка была, кстати, в Киеве, когда-то давно. Вот они ездили по Пикасси. Все Пикасси, или до сих пор Пикасси, многие. И многие считают, что это, ну, это начало современной искусства. Ничего подобного. Я вспоминаю Бердяева, он написал, Пикассо не новый, это конец старого. Он рассчитался со старым. Поэтому его художники, эти всякие академисты, они его интуитивно ненавидят. Они понимают, что это произошло. После него почистили почти все музеи. Кто не выдержал с ним меру условностей, тех, кого мы знаем, великих, они выдержали просто меру условностей его. Его, фотографии, то есть там много навалилось всего, и музеи были очень почищены. Там висело такое по всем музеям. И, к счастью, это было все убрано, и уже действительно выдержали те работы, остались, которые выдержали конкуренцию с фото и с Пикассо в том числе. Человек больной просто был, лаборатория. Создать 25 тысяч живописей, 30 тысяч графики, керамики там, я не знаю сколько. Самое интересное, что на Украине есть керамика Пикассо, кто не знает. Скажи. Мы были там в Чагуевский район, по-моему, в Харьковской области. Ну, как всегда, студенты там, колхозилы, там что-то убирали, капусту. Я учился в Харькове, закончил Харьковский институт. Такой заходит мужик в сапогах такой, в фуфайке. С института там все дружи. Да. А у меня Пикассо ездил, и тут у меня музей. Люди смотрят на него, ненормальный, что ли, в Киеве нет, в мире. Ну, думаю, ну, какой-то чудак зашел в местный, хоть фамилию Пикассо не знаю, там что Пикассо или. Он второй раз приходит, у меня тут музей, там у меня есть Пикассо. У нас один там самый любопытный, пошел. Действительно. Он написал письма, и Пикассо в том числе написал. Тут вызвал его посылку с керамикой. Они перепугались, там тогда тарелка Пикассо расписанная до 300 тысяч долларов, сейчас не знаю сколько. они перепугались, к ментовке пристроили какое-то там помещение, сделали музей, Он написал там всем, кого мог, кого знал. И все там повысылали, наши художники, там народные всякие, там. Маша Дюшан. Вот это было открытие тоже. Вот мы вспомнили, что там перспективу, анатомию, вспомнили, что цвет один из элементов таких же важных, как и все остальное в композиции. А Дюшан поставил вопрос о контексте. Пошел в магазин, купил этот прессуар, принес, правда, под другим именем, там. В 17-м году. Вот. Не выставил он. На него подали в суд за плагиат, представляете? Он суд выиграл, кстати, суд был, что он взял писсуар какой-то фирмы и выставил. Это, мол, их, и все там, анаторское. Он говорит, ничего подобного, ребята. В магазине он был ваш, а в ливее, моя проблема. И вот он таким образом заявил о контексте. В каком контексте вообще форма находится. Тоже очень важно было решение. Я думаю, без этого всего не было пепапарта и всего-всего-всего-всего. Вот. Какой Марсель Дюшан? Он занимался живописью, он занимался перформансами. Вот, кстати, эту звезду Рунусы я дорисовал там. Ну, то есть, такую же. Я видел много-много-много издеваются над этим изображением. Вот. Значит, оно этого над нормальными никто не издевается. Заметьте, нормальный, никто не пародирует, не издевается. Знаете, это достаточно попсовая штука такая, несмотря ни на что. Она действительно попсовая. Высоцкий тоже пел об этом. Ну, баба как баба. Ну, вот кому-то выгодно было сделать с нее звезду. Каким-то маршаном все это раскрутить и до сих пор это происходит. Вообще, тот же Дюшан говорил, что искусство, ну, в принципе, существует 40-50 лет. Дальше это просто склад уже. Оно уже не актуально в принципе. Ну, выгодно. Цены-то подняли. Все это. Аукционы существуют. Выгодно раскручивать. Могут и сопровождать, на крейсеры везти ее, истребители сопровождают. Там летит эскадрилья. Ну, в Москве она была как-то, если кто помнит. Привозили в Москву ее. Очереди стояли на 4 квартала оттуда глянуть. Она там за загородкой, еще и под стеклом, вот таким, под коробкой. И здесь, ой, Мона Лиза, Мона Лиза. Можно подумать, что-то понимают. Ну, вот надо довести людей до такого. И доводи, и доводят. Как в свое время там Пастернака начали проклинать там коммунисты. Довели до такой истерики народ. Народ вообще не знает, кто это такой. Доктор Живаго. Народ довели до такой истерики, что бабки на базаре друг на друга кричали, что это Живаго, я качичу. Вот так происходит и с этим. Доводят уже, нарассказывают столько, цены поднимаются. Обычные вещи. Я согласен с Хосходским. Баба как баба. Но, это было, конечно, решение Дюшана. Оно очень повлияло уже на все искусство 20 века. Второй половины особенно. Ну все, дальше мне говорят, что нельзя. Что там? вот-вот-вот-вот. Дальше-дальше-дальше все. Дальше все до поп-арта. Нет, были индивидуальности там. Полок, конечно. Это такие индивидуальности, индивидуалисты уже. Кто там еще был? Ну полокон, дриблинг, ну сделал. То есть, увидел меру условности там этой разлитой краски. Многие видели эту краску, ну то есть, это уже уникальный человек тоже. достаточно симпатичные вещи, видел я его в музее, в Германии там. Ну поп-арт, конечно. Поп-арт, это уже, это уже появилось общество потребления, коробки, банки. Это было очень здорово все это сделано. Ну и, конечно, Урхол, Лихтенштейн, Тайн вернее, великие художники. Урхол, ну все прекрасно знают, что он кографию использовал, причем после Лихтенштейна. Лихтенштейн сделал растр свой, он очень расстроился, почему не он сделал. И он начал тогда искать какой-то ход такой, тоже, ну, нормальный. То есть, по партнеру, популярная искусство. И он начал искать тоже такой популярный ход и нашел шелкографию. Ну, сейчас нет здесь этих работ. Ну, все знают, наверное, Лихтенштейна, в Урхоле. И вот так все это в темпе вальса идет. Да, может, хвилинку, может, одну работу найдем. Просто, якось, стисло вийшло первый раз. Мы разраховывали на годину, но порвались за 40 минут. Можешь вопрос? Да, пожалуйста. А про занепад, 400-вечный занепад. Почему, власне, вважаете, что это занепад? И еще сам изогнал художник-невеки из Сербаку? Ну, вот именно анатомия перспектива. На это этот вопрос ответил сам Микеланджин. Сколько дураков мы будем плодеть. И дураки потом взяли вверх. То, что мы знаем, там, Рембрандта, Гой, там, несколько художников, это просто они выжили, не зная, каким чудом. А вообще их там давили по полной программе всех. Как и сейчас. Все то же самое было. Мы просто не знаем тысячи этих художников, что там не давали им жить. Просто. Тысячи. И Микеланджин сам ответил, мы будем плодить дураков просто. Вот они плодятся до сих пор. Конечно, за непад, что с таким трудом выползать, люди выползали путем нищеты, сумасшествия. Тот же Рембрандт нищий умер. Не тупик. Потому что там шли другие люди уже. Изучили анатомию, изучили перспективу, и шли за ними. И не давали жить им, в принципе. Вот Вильгенштейн. Кстати, он раз этот нашел, по-моему, благодаря плохой советской печати. Газеты печатались после революции. Была очень плохая печать, и там просто раз виден был. И ему пришла эта идея, насколько я знаю. И он так и работал. Комиксы, то есть, тут и плакаты, и окна роста, все, что хотите. То есть, он проникся этим авангардом русским. тоже там в плагиате, он врал работы других художников, и прочее, и прочее. Вот, Леже взял, так скромно. это комиксы, там все это. Ну, это тоже индивидуальное такое решение. Это не открытие никакое. Ну, что, будет кто-то работать под Электренштейн, это же глупо. Хотя работаю. На Андреевском я видел. Под Полока там такие ребята приезжают. Эшер там вообще любят такую. Ну, вот и все, что было. Да. Нет, еще Леже, конечно, Леже, я считаю, самый радостный художник. Я люблю Леже, но Леже освободил вообще цвет от формы. Ну, это тоже такое. Ну, тоже так работать, но ты Леже сразу будешь. Так выкладывать эту плитку цветную, ну, это тоже уже Леже. Тут есть, занимаются люди этой плиткой цветной. То есть, это бесполезно этим пользоваться. Идея о том, что о контексте, ей можно пользоваться любому. Это идея. Фотоаппаратом можно пользоваться любому. Открытие большое. перспективой, да, анатомией тоже. Не знаю, насколько это актуально сейчас пользоваться в анатомии, честно. А эти индивидуалисты уже такие, Полок, Леже, ну, как пользоваться? Просто, ну, восхищаться, не знаю, если нравится. Использовать это нельзя в практике, никак. Поэтому я назвал только эти дюшан, лакруа. Это да, это открытие. Когда люди поняли, что цвет это такая же элемент композиции, как все остальное. А Дикея решение выгласно в своих работах? Вот Влад, вот, кстати, речь шла о Леже. Леже, он нашел свой метод, освободил цвет от форм. Он был в Нью-Йорке во время фашистской оккупации. Он ехал в Нью-Йорк. Кстати, Пикассо не уезжал никуда. Остался в оккупированной Франции. А Леже уехал. Они в Нью-Йорке были. Многие уехали. И много в Нью-Йорке сделали в свое время. Там и преподавали, и вообще Нью-Йорк, это была провинция в то время. На самом деле. Я узнал с удивлением, что на уровне Госдепа поддержали в эти в кризисе 30-е годы, да? На уровне Госдепа поддерживали художников. 8 тысяч художников получили заказы, как у нас, монументалку вот эту. Ну, известен стал, известен стал Полок, наверное, только один из них. Но все равно 8 тысяч выжило на уровне Госдепа. И они на уровне Госдепа поддерживали. Де Кунинг. То есть, они американское искусство решили сделать все-таки абстракционизм, это давай, все сюда поддерживалось. там, Де Кунинг, горки, Кляйн. И вот Леже в свое время был в этом в Нью-Йорке. Как он нашел этот? Ну, на самом деле, случайно, как ему надо быть готовым. Воспринять это. Так же, как у Полока текла краска, он увидел это мироусловности. Она текла у всех, но никто не видел, что с этого можно что-то сделать. Он увидел, ты не даю, что, есть да и блин. И так, или же, он стоял в Нью-Йорке, там, тогда нигде у нас не он, она тут естественно не было, в Нью-Йорке уже было, там что-то светились, какие-то рекламы. Он стоял с каким-то человеком, разговаривал, и он вдруг увидел, мигают рекламы, и ему пришла вот эта идея, пятна вот эти мечутся, освободить цвет от формы. Он освободил три пятнастные цвета, в основном красный, желтый, синий, и сверху жирный этот рисунок. Я еще хочу сказать о проблеме детства. Детство, юности, все закладывается там. Вот Леже, в частности, и Гоген, там многие художники, и Христо все в юности упаковывал, ну, Вестах упаковывал, уже инсталлятор такой. Все это там. Когда ты уже взрослый, это все стереотипы, а вот там, если добраться туда, и вот Леже добирался, вот Христо, кстати. Леже добирался, у него мама была швея, обводила почему-то, вырезала по обрису эти модели одежды какие-то, и жирно обводила почему-то каким-то там, не фломастером, ну, что-то было там такое в то время. И вот ему вот эта линия жирная засела, все, не мог от нее избавиться. И когда он уже просто три пятна наносил, наносил туда эту жирную линию, вот этот, ну, рисунок сам, достаточно грубый, это потрясающий, конечно, эффект такой неожиданности. Христо тоже, кстати, а, обо мне спрашивали сейчас. Так вот, я тоже, я когда-то работал на Чукотке, ну, это Заполярье, там, полярная ночь, вот, полгода, и это вышли, я просто увидел, вот, человек стоит, а чернее неба ничего нет, этого, просто чернее. я тогда понял, что просто у нас чуть-чуть солнце освещает иногда там, а вообще мы находимся, ну, я вижу, сам человек, его одежда на светлее неба этого, я там это все увидел. Ну, пришлось тогда искать решение такое, у меня есть базовый цвет, это три цвета смешанных, основных, на них все цвета смотрятся, естественно, и просто черный, я черный убрал вообще из изображения, благодаря тому, что на Чукотке вот это увидел, почувствовал. Вот Христо тоже, учился в Софийской академии при коммунистах, через Болгарию проходил, в самом деле, единственный поезд в Кап-страну, это в Турцию. Тодор Живко, тогда этот, секретарь их, сказал, это все художественные, вот эту академию по пути следования этого поезда выстроить все, бревна сложить в ракурсах, трактора там, заборы покрасить, все, капиталисты, я же увидел, какая Болгария красивая, все плевались, все, не дают этюды писать, ну, что это такое, там, идиоты, а Христо увидел, что можно с этим делать, а сейчас он на континентах строит объекты, спутниковая съемка, все, что хотите, хорошо женился, правда, там, миллионер, жена, и он взял в свои руки все, издание альбомов, съемка, все оплачивают, а первым он сделал в Париже, он эмигрировал, как-то сбежал в Болгарии, с этой, и какую-то подворотню забил бочками первую, просто заложил, ну, а сейчас, видите, это тоже все из юности, из детства, то есть, ну, надо это увидеть, а уже там потом, ну, что, образование у нас конформистское, конченное просто, я два образования у меня, причем, красных два, номинально выполнял, хорошо хоть не учился, оно очень конформистское, все одно и то же, преподают непонятно кто, не могут, не берут на себя никакой ответственности, все елозит, елозит, это академику, голова, полуфигура, нафиг уже никому не нужно это все, я был в Штутгарте, в академии, как-то попросил, посмотреть, попросился, никто ничего этого не преподает, стоят на столе, цилиндр, кстати, про цилиндр вспомнил, еще Сезан, любопытный, он вот именно использовал цилиндр, конус, кубик, то есть он начал доводить просто любую форму, уже проще некуда, хотя рисов писал пейзажи, все, до этого любили, что-то там, импрессионисты, перекошенные, там такое, романтичное, а он уже там четко взял форму, на основе их все это уже делалось, явно видно, что он это уже учитывал, и тут появляется, меня больше всего поражает, школа сезонистов, что это такое, школа сезонистов, скандинавская, русская, причем жили лучше Сезана, там, допустим, дед Кончаловского, вот этого, наших знаменитых братьев, у него дед, кстати, художник, как же его фамилия, господи, тоже сезонист, все сезонисты, Сезан там еле концы с концами сводил, а они неплохо жили, скандинавы, то есть, это было так заманчиво, ну, то есть, уже было какое-то решение, упрощалась форма, но это сделал Сезан в свое время, вот таким образом, вот я и пришел к этому, но я еще, о, ротка, великий ротка, конечно, вот, кстати, о том, у кого получилось, ну, у него все получилось, всемирная известность, все, ну, он перерезал себе горло, зачем-то, неизвестно, что страшнее, никто не знает, почему, сам себе, Ван Гог в живот все пулю пустил, уже на выстыке 20 в Брюсселе выставлялся, это уже всемирная слава, не просто, Гоген сгнил, это ему можно перечислять, очень успешные художники, ротка, конечно, да, необычная, но тоже это индивидуально, индивидуально, вот тут никакого такого открытия нет особо, это его индивидуальное решение, как дриблинг Поллока, так и вот, все по кругу идет, все по кругу, но те открытия, то, что я называл, Делакруа, Дюшан, да, это были важные открытия, и уже все, весь 20 век, в принципе, под этим, они уже это знали, то есть уже никто не делал этого, зачем делать, когда уже поставлены другие вопросы, другие задачи, с появлением оптического пространства, вообще все по-другому началось, я, кстати, пытаюсь объединить у себя, в картинках, и скульптурное, и оптическое, у меня, прицель, плоское изображение, благодаря вот этой подкладке, она вот такой выступает, мне хочется объединить это, 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 ну, это Мур, наверное, это он делал, по-моему, рисунки, где-то в метро, во время войны, ну, вот, нехороший дядя, не вспомнил, Архипенко Александрова, никогда, хотя явно, вон, лежащий, и он сам, Архипенко, в Чикаго, в этом сидел, с удивлением, так, ну, оглядывался, ну, ничего себе, Пикассо кинетическую скульптуру делает, хотя он сделал первый, Мур, ну, тоже неплохо живет, Мансо, я читал вспоминания Мансо, он, матерился страшно, ну, такой был, материнский, как Рамольный, воспитывал их там, короче, как вы ставитеесь до концептуального мистерства? Все мистерство концептуальное, я не имею ввиду, что там, где-то матрас обмоченный кинуть, там, куда-то, в угол и еще что-то там, пару бочков, ну, все концептуальное, конечно, у каждого художника своя концепция, я не имею ввиду, что там концептуальное, соц. арт, что ли, концептуальное? Я плохо отношусь к соц. арту, я не знаю, комар-меламид, да, это сделали первые, ну, классики, а потом это просто уже, в основном за границей, пинали труп Сталина, Ленина, ну, мне, у нас вообще славян нравится попинать, вот, кстати, Фонтана, ключевый Фонтана, этот прорвался за пространство, уже некуда, прорвался за пространство, холст прорезал, тоже любопытно, итальянцы вообще интересны, Джакометти, прекрасный, конечно, скульптор, и вот это концептуальное искусство, ну, пинали, пинали, уже всем надоело, сколько можно пинать эти трупы, извините, давайте про здорового что-то скажите, диктаторы, так нет, мы лучше, мы там в Нью-Йорке попинаем где-то, и за это нас любят, потому что холодная война, и все нормально, сейчас они канули, никто не знает, где, что, честно говоря, понятия не имеет, никто, ну, и там какую-то нишу заняли, ну, ну, каких-то университетов, где-то не стоят, что-то было, ну, как обычно, ну, в принципе, я не знаю, это просто перевели уже, почему они для себя это взяли, социартовских, они вот концепт, концепт это любой художник, это проект, концептуальный проект, желательно, она не просто, а-ля Репин там, или еще что-то там писать, передвижники, хотя до сих пор этим занимаются, кстати, дочка приехала из Германии, рассказал про Репина, она смеется, в случае, что ты смеешься, она говорит, да мы тоже Репина видели, нам показывали, очень популярный художник, кстати, что-то там анализируют тоже, смотрят его, письмо этому турецкому султану, я видел там в журнале о каком-то арте немецком, что-то они анализируют, я не знаю, но есть такое. АПЛОДИСМЕНТЫ